Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» 160 тысяч запчастей. Любая из них может стать вашей. Позвони в «АвтоСтронг-М». И сегодня знаковый момент. Прямо сейчас мы разберем ту самую преселективную коробку DSG от Volkswagen DQ250. Встречаем! Первая преселективная коробка передач от концерна VAG дебютировала в 2003 году. Мы называем ее автоматической, потому что передачи все-таки она включает самостоятельно. А слово «преселективная» означает один из принципов ее работы. То есть эта коробка включает предварительно следующую передачу, а крутящий момент передается переключением муфт сцепления. То есть когда одна из муфт передает момент на уже включенную передачу, вторая муфта сцепления разомкнута, а связанная с ней передача уже включена. Разбирать коробку DSG мы будем на примере ее первого образца шестиступенчатой коробки DQ250, она же 02E, снятой с Volkswagen Passat B6. А вообще ее устанавливали на большое количество моделей Volkswagen с двигателями от 1.4 до 3.6. Самые маленькие были Golf и EOS, а самые большие были Charon. Также эта коробка ставилась на Audi A3, Audi TT и Audi Q3, и называлась она там, соответственно, S-Tronic. Также коробку получили соплатформенники от Seat, Altea, Alhambra и Leon, а также Skoda Superb и Skoda Octavia. О коробках DSG ходит много слухов и много страхов, но правда в том, что коробка DQ250 с мокрым сцеплением получилась надежной и неприхотливой. Да, производитель обновлял программное обеспечение, да, производитель обновлял мехатроник, но тем не менее коробка надежная. Для продления ее ресурса крайне желательно менять трансмиссионную жидкость каждые 50 тысяч километров. Дело в том, что трансмиссионная жидкость здесь, как и в классическом автомате, является гидравлической жидкостью и охлаждает оба пакета фрикционов. Это значит, что масло трансмиссионное загрязняется продуктами износа. Случаи быстрого выхода из строя коробки DQ250 происходят, когда человек хочет подрифтить либо же отжечь. При нормальной эксплуатации, скорее всего, выйдет из строя двухмассовый маховик, чем сама коробка DSG. Те, кто ездит либо ездил на данных коробках, знают, что коробка-то очень отзывчивая и просто провоцирует отжечь. Поэтому при неадекватной эксплуатации и чипованном моторе с ней случаются проблемы. Вводная часть закончена. Прямо сейчас нам будет помогать в разборе этой коробки наш суперспец Серега. Привет, ребята. В картере коробки передач находится модуль управления Mechatronic. Mechatronic состоит из блока управления и электрогидравлических элементов и датчиков. Он находится в трансмиссионном масле. Здесь мы видим 8 электромагнитных клапанов, которые управляют гидроцилиндрами, которые в свою очередь управляют вилками переключения передач, переключают передачи и заведуют работой сцеплений. Для сокращения количества гидроцилиндров в Mechatronic используется мультиплексор. В исходном положении он позволяет включать нечетные передачи, а при подаче на него напряжения помогает включать четные передачи. Что можно сказать о надежности? Отдельного внимания заслуживают вот эти два электромагнитных клапана. Вот этот клапан отвечает за включение сцепления нечетных передач, а вот это за включение сцепления четных передач. Из-за больших пробегов, из-за мусора в масле эти клапаны перестают работать. То есть, какой из них выйдет из строя, соответственно, тот ряд передач не будет включаться. Чуть дольше ходит регулятор главного давления. Он самый нагруженный и также выходит из строя из-за мусора в масле. Вот здесь находится электронный блок управления. Обратим внимание, что на первой генерации, как у нас, здесь крышечка черная, на последующих генерациях крышечка белая. Дело в том, что здесь разрушается заводская пайка, и тогда электронный блок перестает видеть датчики, а также соленоиды. Вот здесь под колпачком, как BMW, находится фильтр тонкой очистки, не толстой, а тонкой. Фильтр в данном случае у нас чистый. Его рекомендуется менять каждые 50 тысяч километров, то есть при замене трансмиссионной жидкости. Производитель позаботился о продлении срока службы этой коробки и поставил теплообменник, который непосредственно охлаждает масло. Здесь мы видим задающее кольцо датчика скорости. Оно магнитное, то есть если сюда намагнитится много стружки от износа коробки, то датчик скорости попросту не будет видеть это кольцо. Здесь у нас минимальное количество стружки, а точнее пудры и ни о каком износе коробки это не говорит в данном случае. А вот в этом корпусе находится маслонасос, который обслуживает всю коробку, то есть механизмы переключения передач и сцепления. Скоро мы вам расскажем о четырех валах, которые находятся в этой коробке. А сейчас мы вам расскажем о вале, о котором мало кто вспоминает. Вот этот вал проходит через всю коробку, находится в обоих первичных валах. И вот этим кончиком торжественно приводит в движение маслонасос. Вот эта крышка, это крышка корпуса коробки, она еще является и сальником. Здесь сцепление мокрое. Вот это муфта двух сцеплений. И почему она мокрая? Потому что сцепление работает в масле. Уровень примерно вот такой. Крутящий момент на коробку DSG шестиступенчатую передается через двухмассовый маховик. Двухмассовый маховик входит в зацепление с этими вот шлицами. Если двухмассовый маховик выходит из строя, а как правило, он выходит из строя первее, чем сама коробка, вот эти шлицы стачиваются. И если владелец совсем не обращает внимание на состояние двухмассового маховика, то шлицы стачиваются в ноль. И крутящий момент не передается. Но, к счастью, эту деталь можно заменить отдельно. И продается она, как вы думаете, где? В «АвтоСтронге». Это хаб сцепления К1, вот это хаб сцепления К2. Соответственно, сцепление К1 и сцепление К2. К1 отвечает за включение нечетных передач, а К2 отвечает за включение четных передач и заднего хода. А самый сок находится вот здесь. Внимание! Вот это первый первичный вал, а вот это второй первичный вал. То есть второй первичный вал нанизан на первый первичный вал. Это муфта сцепления. Здесь, кстати, есть фрикционы, которые напоминают фрикционы, которые находятся в классических автоматах. Давление подается через вот эти каналы и удерживается вот этими тефлоновыми кольцами. Как мы видим, сцепление здесь многодисковое и состояние износа определить частенько на глаз нельзя, потому что при пробегах они становятся такими скользкими, как стекло. То есть, если говоря утрируя, то как изношенный диск сцепления, но в самых худших случаях они подгорают. При необходимости фрикционы можно поменять на новые, а вот корпус муфты неразборный, гидроцилиндры не меняются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы располовинили коробку и нашли второй фильтр. Это фильтр грубой очистки. Сейчас Серега его грубо распетрушит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что Сергей раздраконил фильтр и здесь мы видим стружку. Но бытует мнение, что стружка сюда попадает с первых километров пробега автомобиля из-за не сильно изящной заводской обработки валов и шестерен. А теперь рассмотрим конструкцию. Это первичные валы. То есть, второй первичный вал и первый первичный вал. Второй первичный вал отвечает за включение второй, четвертой, шестой передачи. И первый первичный вал за первой, третьей, пятой и отдельный вал заднего хода. А вот это два вторичных вала. И неправильно говорить то, что один включает четные, а второй включает нечетные. Объясню. Здесь находятся шестерни второго первичного вала. И они входят в зацепление шестернями вторичных валов. То есть, шестерни четных и нечетных передач разбросаны между вторичными валами. Внимание, вопрос. Шестерен на втором первичном валу две, а четных передач три. Вторая, четвертая и шестая. Как они включаются? Внимание, ответ. Вот эта шестерня включает шестую передачу и четвертую передачу. А теперь смотрим на первый первичный вал. По такой же схеме включается вот от этой шестерни задняя и первая передача. Таким образом мы вам только что показали, что передачи разбросаны четные и нечетные по вторичным валам. Все уже знают, что DSG это та же механика. Вот вилки переключения передач. На каждой вилке установлено по два гидроцилиндра. То есть, на гидроцилиндр подается давление и он толкает вилку. То есть, с одной стороны и с другой. Вилки центрированы вот такими подшипниками в пластиковых корпусах. Естественно, со временем они ломаются, вилка перекашивается и тогда трансмиссия не может включить передачу. Здесь же находятся магниты для отслеживания положения вилки. Так как это магниты, то здесь накапливается соответственно стружка. Если ее слишком много, то естественно блок перестает видеть положение вилок. А сейчас мы с Сергеем ушатаем эти валы. Ушатали, ушатываете листы. Мы зря шатали, потому что еще один вал надо освободить. Освободили, теперь шатаем дальше. Дубль два. Развенчаем еще один миф про DSG. Когда машина на коробке DSG стоит на паркинге, она не стоит на передаче так, как на механике. Она удерживается на собачке, такой же, как на классическом автомате. Вот собачка, а вот ее классическая гребенка на корпусе дифференциала. Вот он составной первичный вал. Обратим внимание, что здесь есть магниты, с помощью которых датчики скорости считывают обороты каждого вала. Фланцы в этой коробке не просто вставляются, а закручиваются болтами. Так вот, по незнанию, некоторые люди очень сильно зажимают эти болты, так что болты могут сломаться. Следующее ваше действие – это разбор коробки либо покупка хорошей контрактной коробки в «АвтоСтронг-М». Разборка закончена и сегодня мы разобрали первый автомат DSG. Сергей отметил, что технология DSG была применена на немецких танках «Тигр» во Вторую мировую войну. А что Сергей скажет по существу? По существу трансмиссии шестиступенчатые DSG вполне надежны в плане железа. Есть, конечно, слабые места. Это гидравлический блок, он же «Мехатроник», и муфты сцепления, что мы вам сегодня в принципе и показали. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наш сайт, заходите на наши соцсети, участвуйте в наших акциях. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok